Будем надеяться, что малыш вырастет настоящим человеком. Я бы хотел, чтобы он стал юристом, плюс музыкантом и журналистом. Это телеграмма, которую дед отправил моему отцу в связи с моим рождением. Стать не просто музыкантом или юристом, а представителем славной династии. Это и есть призвание и предназначение. Рафаил Менгалимов продолжает дело предков и уже в третьем поколении защищает граждан от преступников. Основателем династии, которую я представляю, является мой дед по отцовской линии Менгалимов Рафик Харисович. Он родился в 1922 году на территории Современной Республики Татарстан и прошел войну Великую Отечественную. После войны он уже попал в органы внутренних дел. Службу проходил в подразделениях уголовного розыска. В 1946 году родился мой отец, который также выбрал путь службы в органах внутренних дел. Где-то примерно полтора десятка лет он проходил службу в исправительной колонии в Омской области. Собственно, в этот период и я появился на свет. А вторая часть службы у моего отца была связана с педагогической деятельностью. Свой путь в системе МВД Рафаил Раифович начал в 1995 году, когда поступил в Омский юридический институт МВД России. Затем было распределение работы в Омске и далее в Екатеринбурге, где пришлось разбираться сначала с незаконным оборотом оружия и криминальными взрывами, а позже с преступлениями против личности. Абсолютная жестокость, абсолютное зло, абсолютное насилие, его крайние проявления, особенно в отношении несовершеннолетних, связанные с различными расчленениями, способами сокрытия трупов, убитых граждан. Это, конечно, всегда было, есть и останется навсегда в сознании. И работа, такая работа, она, конечно, связана с определенными морально-психологическими перегрузками, переживаниями. Но, вы знаете, она очень благодарная, потому что результат, он абсолютно конкретен. И работа вот в этом направлении, она всегда на виду. Подобные нагрузки невозможно выдержать в одиночку, и порой бывает сложно, если семья не понимает значимость и необходимость такой работы. Семья Менгалимовых знает и понимает. Мой папа более 30 лет прослужил в органах внутренних дел в Байкаловском районе Свердловской области. Естественно, когда встал выбор профессии передо мной, тут не рассматривались другие варианты, кроме того, как я тоже пойду служить в милицию. Анна Менгалимова продолжает службу теперь уже в войсках Нацгвардии. А сыновья в свои 7 и 12 лет выполняют заветы прадеда, стать юристом плюс музыкантом. Активно интересуются работой и жизнью предков и хотят служить в полиции. За вот эти десятилетия, за эти более чем 7 десятков лет многое изменилось и в стране в целом, и внутри системы МВД. Но неизменными остаются такие понятия, как чувство справедливости, желание восстановить нарушенные права, законные интересы граждан. Эти понятия, базовые, ключевые, они остаются неизменными. И желание их отстоять, желание отстоять интересы тех, кто пострадал в результате противоправных действий, чувство справедливости, оно, наверное, и составляет основу выбора профессии и дальнейшей службы, в том числе и по сегодняшний день. Сегодня Рафаил Менгалимов – начальник межмуниципального отдела МВД России Заречной в Свердловской области. Благодаря ответственности и самоотверженному труду тех, кто работает под его началом, раскрываются даже самые давние запутанные преступления. И это главный результат работы сыщика. Благодарность людей – вот самый мощный стимул к дальнейшей работе, суть которой с годами не меняется. Рафаил Менгалимов – начальник межмуниципального отдела МВД России Заречной в Свердловской области.